За вину предков платят потомки. Преды Даши, это прочитанное за январь месяц 2016. И так уж вышло, что сегодня буду рассказывать только об одной книге. Это Диана Лопит, замок Сатан. Почему так мало? Потому что я в этом месяце прочитала три книги, бездельница. И о двух других я уже рассказала в совместно прочитанном с мамой. Диана Лопита нежно и преданно люблю, благодаря ее книге «Уснуть и только». Но эта книга «Замок Сатан» не про меня. И не для меня. Вообще никак. Еще же стоит эта книга. Из каких ингредиентов? Возьмем королеву, в чьих жилах течет скандинавская кровь. Кровь викингов. По политическим убеждениям она была выдана за короля европейского. Кажется, английского как бы не соврать. И так осерчала на мужа, что прокляла одно его место. Возьмем... То есть у нас есть такой ингредиент, как растерженная королева. Есть такой ингредиент, как ее проклятие. И соль, каждая из крупиц которых – это человек, живущий на этой земле. Особое внимание эта писательница уделила одной семье, которую поместила в ту самую эпоху, когда знаменитая Анна Болейн столь успешно воздействовала на короля, что он даже развелся со своей женой и женился на ней. Результат мы знаем, но был плачевен. Те, кто близко знакомы с историей Анны Болейн, знают, что помимо нее были казнены те люди, с которыми она якобы делила ложа. В общем, юноша из семьи, на которой делает акцент Тиана Лампид, был одним из тех, на кого пало обвинение. Собственно, книга нам рассказывает историю проклятия, историю вот этой самой семьи, не только бедного, несчастного страдательства, который был ни за что, ни просто оказнен, а самой Анне Болейн. Я, кстати, не изоляю точку зрения писательницы в ее натуре. И почему книга мне не понравилась? Переборщила все-таки писательницу с магией и волшебством. Я, конечно, люблю такую ерунду в книгах. Но все-таки не надо переборщивать с континентами. Они должны хорошо сочетаться, иначе будет невкусно. Слишком большим могуществом она наделила одного, назовем его волшебником, да? И слишком большим могуществом она наделила его дочь. Это смотрелось очень, ну, как по мне, может быть, то и не ревзелит со мной мою точку зрения. Это мощь волшебника его дочери слишком уж перебивала все остальное. И это выглядело так ненатурально в моих глазах. Да, мы сейчас о моем мнении говорим. Так искусственно, так вот ненатурально. У меня закончился словарный запас. В общем, да, и... Книга еще необычна тем, что обычно люди видят же, если признаков, то это признаки прошлого. А вот жители этого замка, который был построен на поглядой земле, видели и признаков будущего. То есть людей, которые после них жили на этой земле. И вот тут тоже, мне кажется, ну, вот зря она так сделала, Тяночка, моя любимая. Это выглядело тоже не особо натурально. В общем, если вам нравится эпоха Анболей, если вам нравятся всякие проклятия, всякие волшебники, там, всякое вот такое вот... все таинственное, то, пожалуйста, пожалуй, эта книга для вас. Подождите, а я ведь тоже люблю все таинственное. В общем, я у Диана Лампид пока читала только две книги, включая «Замок сатан». Но вы знаете, эта книга явно не будет моей любимой, среди прочих книг Диана Лампид. Как-то так. На этом все. Прекрасного вам настроения. И до скорых книг. Спасибо.